Русская поэзия Латвии Появление в свет этого двухктомного сборника стало настоящим событием в культурной жизни нашего города. Необходимо также отметить, что среди присутствующих в этом зале поэтов, авторов, представленных в этой книге, есть и наши земляки. Елена Тарасова, Наталья Якушонок и, к сожалению, по состоянию здоровья не смог присутствовать Павел Плотников. Потому, думаю, никого не удивит тот факт, что значительная часть мероприятия будет посвящена именно нашему городу, нашим прекрасным велянам, которые все мы искренне любим и которые непрестанно вдохновляют наших поэтов на создание подобных поэтических строк. Вернись на много лет назад, ты к дюнам, воздуху и морю, к пескам, засыпавшим глаза, к воде, наполнившейся солью. Постой под старую сосной, давно оплакано все горе, и янтарем ночной порой Балтийское одарит море. И крестки дорог, сколько вас на пути, сосчитать, да не смог, мне вас все не пройти. Паутины легли, в ней, как в книге, читаю, вижу хутор вдали, кто живет там, не знаю. Может, Петр старик тихо бег коротает, может, тезка лесник там с семьей проживает. Дальше в дымке леса и просторы полей манит запах меня в край берез, тополей. У дороги внизу лентой речка бежит, омывая лозу, шепчет с ней, говорит. Встань, заре, и встречай солнце первое и блестки. То Латгальский мой край, то мои перекрестки. Весна, весна, какие бы картины запечатлела Латгалью своей, Особенно про май, когда цветет рябина, а неждая березка тянет ветви к ней, Когда черемуха свинцетельным прикрыла зелень белого копной, За ней сирень приводит восхищение, с ответчем любви и запаха волной, Когда ковер преобожает землю, ярким становится луга. Тебя, моя земля, любую я приемлю, но от весной особо дорога. Вот среди поля величавый дух стоит с раскидистой укроной, Но чем же так он сердцу люб, то ли вечности, то ли пышно у короны, Запечатлел бы все и реки, и озера, и утренний туман, и тихий берега, И отражение об воде природного узора, склонен ли его, небо, облака. Как ты чудесно поздно весной, как манешь и влечешь с собой, Латгалья моя, а всей душой с тобой, и чувству взаимность, ты со мной. В забах безмерной вселенной, в параде красот мировых, Он маленький, обыкновенный, укрылся во тьме и затих. Чуть виден за дымкой ненасти, но глянет луна с высоты, Яснее и своеобразней его проступают черты. Мерцает в узубец костела, вздыхают о чем-то сады, Петляет река в полудреной, в тумане скучают мосты. Черемухой всласть упоенный, на острове смолк соловей, Там ищет приюта влюбленных, и тени скользят свет ветвей, Спит город, сияя призывно, покой нарушаясь святой, Открышенный сонными дивно, развился рассвет золотой. Закрыт черемухой от любопытных глаз, Протокой и рекой окруженной, Немножечко уединенный, Но сколько в нем таинственных прикрас! По небольших мостках чуть плещется вода, Тропинка те мостки соединяет, Другая вглубь к эстраде убегает. О, сколько раз я приходил сюда! Зимой молчит, под снежным сбит ковром, На нем следы, рисунки разных птиц, Толь воронов, толь снегирей, синиц, И тишина, царящая кругом. В конце же весны, под убранством зеленым, Он приглашает слушать соловья, И начинается концертная пора, Дарующая волшебство влюбленным. Не сорвай всех незабудок, Перепутались тропинки, Незабудки всюду-всюду, Глаз куда бы свой не кинул, А прокинет небо краски, Глубой на землю вдоволь, Мир становится прекрасным, Без забвения и боли. Все мечты, а не забудка, Не срывая их напрасно, Жить настало время мудро, Жить и помнить свою правду. И щебель птиц, и ветра нет, И плавные реки течения, В котором ивы отражения Встречают утренний рассвет. Чуть дальше поворот и сгиб, Что там шумит за поворотом? То видно с птичьего полета, А я к земле смотреть привык. И тут глянуть за поворот, Передо мной встает картина, Течение перешло в стремнину, Вода о камень пень отбьет, Не передать той страсти миг, Когда к свободе рвутся волны, Решимостью своею полны. Душой этот миг постиг. Под окном у дома в детстве Рос шиповник, как наследство Старой милой бабушки. Аромат цветов так душит, Не ступите шагу, Лучше нам присесть на лавочку, В ожидании обеда С другом лучшим и соседом Отдохнем на парочку. Проследим пчелокружение, У нее ведь приземление Не менее загадочно, Незатейливое наследство, Куст шиповника, Но детство так дразнит заманчиво. Здравствуй, облако немое, Говорить с тобой нелепо, Тебе я все же открою Тайну нынешнего лета. Стрелы солнца запускала, Заправляла жаром смертным, Скольких на земле не стало, Трав, лесов, число несметно. И ходили тучи злые, Надвигались на светило, Только у водицы силы Было мало, не хватило. Жар сильнее, чем водится, Слышишь, облако немое, Миг на небе растворится, Ничего тебе не стоит. Шумят по пустяшему бару, Бродит усталая осень, Лединки, их треск под ногой поутру, Бесповоротная осень, Грезы олетьей в букет соберу, И подарю тебе осень, Две клеи от колес на снегу. Поздно, но в памяти я берегу осень. Дыхание мое, как стол, И скоро я совсем отвыкну, От золоченных солнцем крон лесов, Парящих в синевысе, От устланных листов нахлёст Дорог, дорожих, бездорожья. Ступая шагом осторожным, Зима не перекинет мост, И от охапки свежих дров Печи огонь зажжется чудный. Скучать я буду в тайных думах, Вдруг вспыхнет золото корон. Когда бежишь от суеты, Мечты рождаются иные, Цветные замки и мосты, Мороза сети кружены. С угробов призрачные сны, Опущенные крылья елей, Алмазных веток ожерелья Над царством снежной тишины. К тебе январь сквозь звездопад Зверьком пушистым подкрадется, И Рождества старинный лад С душой твоей не разменется. В темноте за окном Шаги глухие, тихие, На сугробах следов штрихи Пришли стихи. Тех шагов многозвучья Душе уловить, хранить, Мимолетных стихов уже Не забыть им быть. Вот это налить! Тяжесть грузы Березкам стройным не сдержать! Еще юны, Где силы взять? И гнет их ледяная муза. Все это дождь под ветропенье. Ветвей коснется Сразу в лед. И давит, давит небосвод Их тонкий ствол Без сожаления Согнулись И самой земли Касаются Не разогнуться. Назад верхушком Не вернуться Они Печальность обрели Картина грусти. Власть природы Так не обуздана порой Углаз ломает И покой Неся мне в душу Непогоду. Втомлюсь Невербным воскресеньем Невербру Таким же самым воскресеньем И явным Плетутся с кладбища вереницы Семь дней поста Мне безразличны дни лица Душа пуста. Я помню Старый добрый друг Всегда твой день рождения Весна Прозрачен небо круг Ах, март Души смятенья Начнешь свой путь Как каждый год Мой март Начало светлое И солнце утро раздает Богатство вот несметное Дорога круче впереди Потратишь силы свежие А встреч так много Погляди Поют нам воды вешеные Три цвета вечера Малиновый закат Сирень замысловатых облаков И белый лист нетронутой бумаги Как предвкушение Будущих стихов Стихи вилянских поэтов Прозвучали в исполнении учеников Вилянской средней школы Членов русского литературного клуба На экране были представлены Художественные фотографии Марины Дич Член управления общества Очаг Поэтическое слово Как ручей Освежает и возвышает душу И позволяет увидеть жизнь Не с обыденной стороны А с высоты Поэзия Это извечное стремление Делиться своим светом с окружающим Нельзя не согласиться С мнением Аноре де Бальзака Который писал Что в прозе мы остаемся На твердой земле А в поэзии Должны подниматься На самые неизмеримые высоты А теперь Разрешите вам представить Гостей нашего праздника Поэт Депутат Сайва Александр Якимов И поэтесса Ольга Орс Прежде всего Хочу предоставить слово Очень талантливому Неравнодушному человеку Без которого этот сборник Не появился бы на свет О том Как создавалась эта книга Какие цели Преследовали ее авторы И составители Вам расскажет Наш уважаемый гость Александр Якимов Самое что Интересное Самое На мой взгляд Даже знаменательное И в какой-то мере Символичное Книга Из типографии Совсем Ну где-то примерно Месяц Как я ее выбрал И Такое вот шествие Такой вот приход К зрителям Ее представление Читателям По сути дела Начинается с Вестя 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 в газете В республиканской газете Вести сегодня Статья про книгу Три или четыре дня назад Была В Дамбопилском Динамбурге В четверг Статья должна была быть Мы везде планируем Везде намечаем Мероприятия Это слово Не очень мне нравится Презентация Мне больше По душе Слово Представление Читателям Это будет И в Резагне И в Лудзе И в Дамбопилсе И в Риге Но вот первое Самое первое Представление Этой книги Вот у вас Мне кажется Это очень символично И почему? Потому что В Верянах В Верянах Несмотря на то Что ваш город Не очень большой По сравнению С такими центрами Как Дамбопилс Как Рига Я уже Не говорю Да Но тем не менее Поэтическая жизнь Поэтическое творчество На очень и очень Высоком уровне И это благодаря Это благодаря В первую очередь Конечно же Двум 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 подвижникам Которых Ну сегодня К сожалению Нет Это Павлу Плотникову И Второму человеку Которого К сожалению Вообще Уже с нами Нет Это Ивану Королькову На самом-то деле Удельный вес Ваших Поэтов Поэтов Велян Которые Представлены В этой книге Довольно Внушительны Вот уже и Наталья И Елена И Павел Названы Но Корольков Иван Тоже присутствует В этой книге Если Книга Состоит Из двух Разделов Это Собственно говоря Русские Поэты И переводы На русский Язык С латышского И латгальских Языков Если Всего 155 И 18 Латгальцев 155 русских Поэтов И 18 Латышских И латгальских То Получается Из Велян Четыре Поэта Мне кажется Это очень много Потому что Еще же Еще же И Рига И Дагупилс Скажем Из Елговы Меньше Из Елговы Меньше Из Огры Только один То есть Вот это Для сравнения То есть Вот это Заложенный Такой Какой-то Потенциал В свое время Который Иван Корольков Царство Небесное Заложил Ему помогал Ныне Здравствующий И Безусловно В самое Ближайшее Время Выздоровеет Павел Будет с нами Вот эти Два человека Заложившие Большой потенциал Для развития Для того Чтобы поэтическое Слово У вас Вильяна Развивалось Оно Вот Дает Определенные Плоды В данном Случае Участие В этой Книге Идея Этой книги Возникла Четыре года Назад Если вы Помните Мы Приезжали Была Презентация В Доме Культуры Мы Показывали Представляли Читателям Книгу Русская Поэзия Латгария Там И Павел И Иван И Елена Нет только Натальи Вот То есть Уже Тогда Виленские Поэты Были Широко Представлены Но тот Сборник Он Тоже На мой взгляд Получился Очень хорошим И Получил Хорошую И широкую Огласку У нас В Латвии И В общем-то Во всем мире И разошелся Его тираж Тысячи Экземпляров И У меня Лично На сегодня Осталась Только одна Книга Все остальные Книги Разошлись Это первое Что надо сказать О том Что Несмотря на то Несмотря на то Что город То как бы И маленький А представительство В книге Поэтов Извеля Достаточно Внушительное Достаточно Серьезное Книга Строилась Ну У нас У нас В Латвии Нет профессиональной Критики Ну Критики Как таковой Наверное И И в России Может быть Нет Я имею Ввиду Это человек Получивший Специальное Образование Который Только тем И занимается И зарабатывает Себе на хлеб Что Просматривает Прочитывает Как профессионал Литературные Поэтические Произведения И Ретензирует Их На Со страниц Газет Со страниц Каких-то Других Медиа Средств Таковых Нет Просто Это Дело В Рыночных Условиях Человека Прокормить Не может Всего Этого Когда мы Начинали Работать Над Книгой У нас Возник Вопрос А кого Собственно Говоря Брать Поэтов Очень много В Латвии На самом-то Деле Поэтов Очень много Пишут Многие Пишут Хорошо Как правило Но Обхватить Весь этот Большой Круг Людей Которые Занимаются Литературой И Очень трудно И практически Невозможно И мы пошли По следующему Пути В Латвии Существует Ну я в какой-то Мире Пересказываю Вступление Которое К этой книге Написал В Латвии Существует Несколько Поэтических Обществ Поэтических Обществ Которые Находясь В определенных Тоже Рыночных Условиях Конкурируют Между собой И мы Решили Что Предоставим Определенную Квоту Каждому Обществу Поэтическому У нас В Латвии Таких Обществ Четыре Больших Это Международная Ассоциация Писателей И публицистов Ольга Павловна Возглавляет Розыкненский Филиал Этого Общества Потом Русская Писательская Организация Латвии Русло Так называемое Да Вот И Наталья Наталья И Елена Они входят туда В МАП Вы в наш Не уходите Еще Еще Это Это Две Каким-то Каким-то Привлекать Новых Членов Продвигать Стихи Своих Участников И Может быть Ну Каким-то Образом На фоне На фоне Других Показать Большую Свою Профессиональность Больший Свой Поэтический Уровень И Мы Подумали Что Если Мы Каждому Каждому Из этих Обществ Дадим Определенную Квоту Участия То Конечно же Они Отберут Самых Лучших Они Отберут Самых Лучших На наш Взгляд Эта Идея Оказалась Жизнеспособной Так Оно И Получилось Потому Что Из Тех Людей Которых Нам Рекомендовали В Антологию Мы Практически Включили Всех Практически Включили Всех Ряд Участников Антологии Это Поэты Которые Известны Известны Всей Латвии Но Не Связывают Себя Участием Сотрудничеством С каким Либо Из Перечисленных Мной Обществ Но Учитывая Отзывы Учитывая Их Долголетнее Пребывание В русской Поэзии Латвии Они тоже Были Включены Ну Для примера Я вам назову Имя Знаете вы Эту поэтессу Не знаете Марьяш Рута Максовна Вот Слышали Не слышали Вряд ли Слышали Да Она В свое время Была Депутатом Верховного Совета Латвии Потом Сейма Не помню Правда Какого По порядку Вот Сейчас живет В Риге Первых Первых Да Награждена Орденом Трех Звезд У нее Много Очень Книг Вышло Но Она Сама Ни в одном Из Обществ Не Формально Участие Любого Поэта В каком-то Обществе Весьма И весьма Формально Потому что Многие Считают Для себя Нужным Быть Участником И одного И второго И третьего То есть Были у нас Такие ситуации Что Кого-то Нам Делегировали Сразу Два А то и Три Этих Поэтических Сообщества Но Опять-таки Значит Это говорит О том Что Действительно Стихи Этого Человека Ценятся И принимаются Поэтическим Сообществом Как таковым Вот Вот такой Вот у нас Был отбор А теперь Кто работал Над книгой Над книгой Кроме меня Работал Рижский Поэт Юрий Косянич Он Один Из Сопредседателей Дней Русской Культуры Вот Может быть Вам Попадалась Книга Поэтический Альманах Дней Русской Культуры Письмена Это Он Редактор Этой Книги И Ну Дни Русской Культуры Благодаря Марине Я думаю Что у вас Врезокно Известно Мероприятия Подходят Проходят Вы Участвуете И как Зрители И как Участники И наверняка Читали И наверняка Держали В руках Вот эту Газету Да Ну Не этого Года Вообще Да В этом Году Тоже Будет Газета Кстати Какие-то Мероприятия Сообщили О своих Будущих Мероприятиях Тогда нет Марина Будет Да Вот И Сопредседателя Дни Русской Культуры Трое Один Вот из них Юрий Косянич Потом Над книгой Работала Фаина Петровна Осина Поэтесса Изда Упился Она Редактор Даудовского Городского Сборника Ветерана Долгожителя Нашего Лавгайского Поэтического Альманаха На русском Языке Дзея Сгенос Им Он уже Существует Выходит Каждый год Порядка 30 лет Каждый год К слову Кстати Скажу Что Наш Розыгненский Альманах Редактором Которого Является Ольга Павловна Недалеко От него Ушел Наш Солиднее Да И сколько Уже Ольга Павловна 16 лет 16 лет Вот Это Тоже Фаина Петровна Принимала Самодельственное Участие В создании Антологии Потом Ксения Ржевская И Елена Гедюне Это Поэтессы Ксения Ржевская Она Наша Латгальская Она Можно сказать Ваша Почти Землячка Она Заканчивала Среднюю Школу В Малте Сейчас Составителю Сказала Практически Это Отлично Наверное Я спросил А вопросы Были Нет Ни одного Вопроса Не было Все Понятно Вот Еще Конечно же Назвать надо Всех Над книгой Работал Сергей Журавлев И Иларион Иванов Это Рижанин Сергей Журавлев Достаточно Известное Имя у нас В Латвии Это Поэт Очень Много Пишет Очень Много Занимается Популяризируя Русскую Литературу И поэзию Иларион Иванович Иванов Это Из Старобряческого Общества Риги Благодаря Ему Мы Вернули Человеческую Нашу Память Два Забытых Имени Два Поэта Великолепных Замечательных Поэта Которые К сожалению Которых К сожалению Нет уже Среди живых Их стихи Мы Поместили Подборки Разные Подборки Разные Потому что Все же Мы В данном Случае К тем Людям Которые Участвуют К тем Поэтам Которые Участвуют В нашей Онтологии Наверное Не это Основополагающее Имеет Значение Потому что Нашу Книжку Вот Уже 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 Мы передали Определенное Количество В Псковский Университет Будем В Москву Передавать Будем Передавать В Питер Она пойдет Во многие Страны В Западную Европу То есть Вот это Коллективный Наш труд Коллективный Продукт Который Представляет Нашу Русскую Поэзию Латвии Как таковую Как Общую Целостную Картину Где Каждое Имя Стихи Каждого Из ее Участников Как определенный Фрагмент Подборки В зависимости От участия В зависимости От участия В политической Жизни Латвии Насколько Человек Долго Насколько Часто Публикуется Они конечно же Разные В отношении Переводов В отношении Переводов Ну У всех На слуху Такое Понятие Как интеграция Общества Ну Помимо всего Прочего Это вот Наш Вклад В интеграцию Общества Это наш Вклад В интеграцию Общества Потому что Мы хотели Донести До русского Читателя Какие-то Переводы С латышского И латгарского Языков Мы Специально Не брали Очень известных Которых В свое время Перевозили В советское Время Они есть В библиотеках Мы попытались Молодых Представить Молодых Известных Которые В интернете Печатаются Которые Получают Какие-то Гранты Но Оказалось Что не так-то Просто При всей При всей Достаточно Вот такой Больших При таких Разговорах Об интеграции Получается Что на самом-то Деле Ни государство Денег на Переводы Не дает И Практически Новых Переводов С латгарского И латышского Языка На русский Практически Их И нет Я об этом Тоже С некоторой Грустью Пишу Во вступлении Доходило До того Что мы Сами Переводили Некоторых Авторов Но Одним Из принципов Для участников Книги Был тот Что Те участники Которые Печатались В Антологии Русской поэзии Латгарии Уже Свои стихи Те которые там напечатаны Нам в книгу Не присылали То есть только Мы просили Только те стихи Которые уже Новые Которые написаны После Соответственно Это касалось И Латгарских В первую очередь Поэтов И оказалось Что Мы не могли найти Переводов Кукайса Кукайса Не могли найти Я лично ездил К его родственникам К его невестке И вот она Сделала Новую подборку Перевела Его Поэзию Мы не могли Найти Анны Рансена Стихов На русском языке Новых Кроме Тех Которые Уже В Латгарской Антологии Были Напечатаны Соответственно Как я уже сказал Мы их не хотели Включать В Эту книгу Точно так же Еще целый ряд Дзервеникс Дзервеникс Вот Ксения Ржевская Сделала Очень На мой взгляд Большую работу Она Подготовила Новую подборку Дзервеникса Да Замечательный Латгарский Поэт Который Рано ушел Из жизни И Практически Он тоже Не переводился Может быть Те Кто сейчас У власти Кто определяет Культурную политику В нашей стране Может быть Эта книга Попадется Им в руки Они прочитают Наши В частности Моисетования По поводу того Что Как же нам Интегрироваться Если Мы не знаем На самом-то деле Что Пишут Латышские Литераторы Я уже не говорю Что Ольга Павловна Подсказывает Что Скажет Надо знать язык В определенной Мере Это так Но Стихи Лучше Воспринимаются Лучше читаются Когда Они вот Подаются На родном языке Ну Несмотря на Все трудности А книга Создавалась Год Примерно Год назад Мы взялись За ее создание И Практически Вот недавно Получили Тираж Из Типографии Тираж Как и русская Поэзия Латгалии Одна тысяча Это двухтомник Значит Две тысячи Книг Продажи Безусловно Его Не будет Книга Создавалась На деньги Доброхотов Доброхотов Есть такое Хорошее Русское слово Доброхоты Меценат Это какое-то Такое Доброхоты Это вот От чистого Сердца Их довольно Было много И мы Даже их Не Перечисляли Я Подумал Дополнительно Думаю Как же еще Привлечь внимание Читателей Людей Вот К русской Поэзии И Попросил Одного Очень Известного Значимого Человека Яниса Урбановича Это имя Вам знакомо Написать Обращение К читателям Небольшое Вот Как он Относится К поэзии Как человек Мы С ним Заранее Договорились Что Он не будет Ничего В своей статье Указывать Кто он Ну напишет Что он Его профессия Политик Каких он Взглядов Он просто Поделится Своими Впечатлениями О Существующей Русской Ладгальской Поэзии На мой взгляд Это получилось Интересно Мне показалось Что Вот такой Вот Привлечь Дать Нашей книге Некое Общественное Звучание Урбановича Многие знают Многие Уважают Соответственно Через уважение Людей Значит К этому Человеку У многих Появится Интерес Что пишет Урбанович О книге Появится Интерес И к нашей Книге Дополнительно Безусловно И книга Тоже Будет Более широко Известна И более широко Представлена И наконец У нас Есть Замечательный В Латвии Человек Борис Анатольевич Равдин Ну Которого Можно Наверное Назвать Культуроведом Может быть Так Да Он Его Приглашают Читать Лекции Университеты За рубеж Он В Англию Часто ездит Он В курсе Всей нашей Литературной Жизни Латвии Вот Он В нашей Книге По нашей Просьбе Тоже Написал Статью Мы Ее Поместили В сам Концент Его статью Мы Как бы Заканчиваем Наш Двухтомник Его статья Касается Антологий Как таковых Русских Антологий Поэтических В Прибалтике В Эстонии В Латвии И в Литве Когда Кто Кем Они Создавались В какие Годы На каких Принципах Строились Он Не дает Оценки Нашей Книге Он Просто Рассказывает Что Было До Этого Как бы И Заканчивает Риторическим Вопросом Вот Читатель Перед тобой Книга Прочитав Все Ты можешь Сам ее Оценить Пожалуй Вкратце Вкратце О книге Наверное Все О книге Наверное Все Мы с тобой Привезли Некоторое Количество Экземпляров Безусловно Сейчас я Торжественно Под ваши Аплодисменты В первую очередь Вручу Авторские Экземпляры Елене Тарасовой И Наталье Якушонок Мы всегда Всем авторам Вручаем По Авторскому Экземпляру Это Лена Наташу Подоедись Павел Аплодисменты 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 Ну Вкратце Я рассказал все, передаю слово Ольге Павловне Горс, несмотря на то, что она как бы не включена в список тех, кто работал над книгой. Она тоже очень много сделала для книги, и ее, в общем-то, можно считать по праву тоже человеком, который над ней работал. Но она еще и, соответственно, конечно же, один из авторов этой книги. Я без микрофона, слышите? Пару слов. Очень приятно, конечно, с вами встретиться со всеми. Александр рассказал больше о технической стороне подготовки и издания этой книги. А я уже ее прочла практически всю. И вы знаете, мне хочется все же пару слов сказать о той работе, о значимости этой антологии, которую я почувствовала как читатель. Никакова. Ведь сделана и проделана, в принципе, огромная работа. Я занимаюсь поэзией давно, но я ничего подобного еще не видела. Чтобы в Ларке кто-то вот сделал такую солидную, такую доскойную, такую всеобъемлющую, всеохватывающую антологию, обзор русской литературы, русской поэзии, как получилось про Александр. И я очень просто, вы знаете, вот чувство такой и гордости, и какой-то солидности. Я смеюсь, Александр, просто вырос как-то даже во всех отношениях. Потому что ни Рига, ни Дагубинс, ни кто-то еще за эту работу не взялись. Молодец. Просто вот молодец Александр. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Но не было бы ни антологии, ни каких-то других сборников, каких-то подборов, если бы не было читателей и авторов. Я не говорю поэту о том, что мы поэты, может быть, скажут через много лет, что вы были поэты. Но авторы, вот они должны быть. Я сегодня смотрю в глазки вот этим деткам. Вы молодцы, умнички. Я своих стихов всех не знаю, внизу с ним прочту. А мы выходили и очень солидно, очень серьезно, очень с большой ответственностью читали эти стихи. Спасибо вам огромное. Я никогда не поверю, что вот если дети с детства что-то знали, волновались, читали, знали стихи, что они не будут интересоваться стихами и поэзией потом. Обязательно будут. Обязательно. И что бы мы ни говорили о интеграции, о каких-то других переменах. Во-первых, все ладаши, ладгальцы прекрасно читают и понимают по-русски. И обязательно кто интересуется, прочтет эту книгу, посмотрит. Что же там написала Лена? А что там Ольга Орс написала? Это же очень интересно. Вы понимаете, книга сама уже работает как объединяющее начало. Вот хотите или нет, порадуйте и за Беттию Бергу. И за того-то за Лену. Мы не вспоминаем, пока не говорим, но я думаю, что многие, кто пишет на ладгальском и на латышском языке, и сами прекрасно напишут на русском языке. А ведь без этого, ну нас босточка здесь всего. Кто нас знает? А если вот эта антология вышла в большой мир, все уже будут интересоваться. О, Дерянов. Посмотрите, какие замечательные поэты живут. Я почему так национально говорю? Потому что поэзия – это эмоции. Хотите вы или нет, вы увидели закат. Вы увидели это вот какое-то неощутимое, только внутренним пониманием какое-то осязание той природы, которая нас окружает. Тех чувств, тех людей, когда первая птичка это запоет трепетно, что она вернулась домой, прилетела в мои липушки. Хотите или не хотите, у вас сердце дрогнет, и будете ревновать, 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 будете писать, писать, писать. Спасибо вам. И еще, пользуясь вот тем, что я здесь, хочу все же сказать. Как бы ни было там трудно или тяжело у нас финансовые или какие-то другие вопросы встают. Вы знаете, что я вышла на плечную, что сейчас я не работаю в краевой думе, а это уже намного сложнее заниматься аймонахом. И тем не менее, приглашаю вас в 17-й аймонах, потому что наши традиции увидят эту антологию, скажем, где-то в России. Скажут, ничего себе, Латвия, ничего себе, все говорим, там, значит, и денег нет, и средств нет, а издает и готовят такую прекрасную антологию. Про наш аймонах, вот можно показать. Все удивляются, да, вот солидная книга, красивая. И многие в Москве, там, скажем, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге говорят, у нас в областных городах таких не издают сборников, таких аймонахов. Тем более, когда авторы здесь участвуют бесплатно, не нужно платить за участие в аймонахе. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои работы до конца мая, буду с удовольствием ждать. И еще, есть прекрасный сайт в интернете, стихи.ру. И вы знаете, он очень полезен для тех, кто пишет, очень. Потому что мир другой, уровень другой. Вы встречаетесь там и с Евгением Юфтушенко, и с Кедровым, Челищевым, и с кем только там вы не встречаетесь. И растете, уровень поднимается в вашем развитии. И вдруг недавно я читаю. Олимка Вилянская. Есть у вас такой человек? Олимка Вилянская, молодая, симпатичная девушка. Я даже открыла эту страничку, посмотрела. Правда, еще ничего не прочитала, но думаю, по себе. А почему это вы мне до сих пор ее не показали? Спасибо вам. Спасибо еще раз. Когда не пишется, молчу, смотрю в окно, что день грядущий. А там гуляет ветер злющий, треплет все, что по плечу. Не по плечу ему, увы, весьма громоздкие предметы. Собаки, кошки и поэты шумит себе среди листвы. А если пущий разозлится, всем перечисленным тогда не поздоровится. Умчит нас, куда не ходят поезда, и полетим с металлоломом. Себя в обиду я не дам. Я улизну в дыру под домом, как полагается котам. Ну вот опять, опять о мрачном. Но никого не огорчу, когда все кажется невзрачным, Когда не пишется, молчу. Распоясалась береза, ветви ходят ходуном, Затянула песню слезы, ствол трещит под каблуком. Но зритель валит валом, посудачить об илом. Видно, счастья не хватало. Правы все мы здесь в одном. Так назойлив нынче ветер, Что устала вся листва. Он ее не смог согреть, Ведь душу рвет не он, молва. Спасибо. Такое стихотворение по поводу того, Что постоянно идут споры. Вот современная поэзия, Современная поэзия, какой она должна быть. Ищут какие-то варианты, Ищут различные, Ну я даже не знаю как, Я иногда это называю, Выдумки такие, Какие-то непонятные вещи. А я старомодна удерживаюсь к классике. И вот по этому поводу такое стихотворение. Я старомодна, старомодна, В хорошем смысле, Как учила мать, Сама вселенная. Свободна моя душа решение принимать, Одна, подвластная лишь небо, Где все оценки вечность создала, Где никогда никто при жизни не был, И где не знают зависти и зла. Там в старомодном все с начала века, Астральный там витает дух, Хрустально чистый, И опека вершится им над сонным слуг. Там ангелы все в белых тогах, Как миллионы лет назад, О жизни призрачных итогах Несовременно говорят. О, вечность, Как-то старомодна, И как банально, Что еще сказать, И только этим ты упорнен, Что учишь жить, И учишь умирать. Я в свое время служил в армии, Служил в военно-морском флоте, И время от времени Вот эта вот моя плотская юность Прорывается, ну, теперь вот в стихах. На китах наш мир покоится, И плоский, Чтобы палубы плетения дорог, Закачавшись, не поплыла из-под ног, Лучше нет походочки матросской, Красоты ревните, Не кривите губы, Убежденно кротко говорю вам, Шаг, выверенный этот, И в развалку шаг, По определению негрубый, Умолитесь тотчас, Ручьи и походки, Кто вас разбирает сразу на ура, Может только эту шагом от бедра, Остальных по случаю В охотку, На затылок кепку, Или лучше озень, Каждое движение с чистого листа, Разве могут ваши говорить уста Стихотворно в пешеходной прозе, Нужно пешему Добавить ходу лоска, Грудь с дыханием переделав паруса, Чтобы чаще отражаться в небеса, Лучше нет походочки матросской, Вот такое вот стихотворение Позвольте себе еще одно, Либо ущерб другим, Когда еще вам почитаю, Просто я депутат, И однажды, Однажды, Однажды сидя, Смотрел, смотрел Нашу сеймовскую трибуну, И у меня вот такое вот стихотворение родилось, Оно так и называется, Сеймовская трибуна, Нужна, родимая, Нужна, Какого, спросите, Вражна, Случи, Что стерлась или вздула, Пришлось бы выступать со стула, А там, наговорившись сласть, Недолго головой упасть, А так стоишь за нею крепко, Как танк, Как вкопанная кеп, Репка. А если же серьезно Весь ее раскрой Словесный взвесь Из прошлых, Нынешних и гуда, Речей, Несказанных покудой И вымирающей отчизни, В чьих очагах Все меньше жизни Она единственное место, Где многолюдно, Даже тесно, И напоследок, К слову, Кстати, При всей какой-то женской стати, Наслушавшись мужских речей, Ей удается быть ничьей, Вот такое вот стихотворение. Я вот тут, когда читал, Чуть не оговорился. Я вот прочитал, А так стоишь за нею крепко, Как танк, Как вкопанная, Я сказал, кепка. А вот первая публикация Этого стихотворения в газете, Я не помню, Это было в Динобурге, По-моему, Где-то это было, Так и пошло кепкой, Вот кепкой, Так оно, Как танк, Как вкопанная кепка. Нет, здесь и репка, Здесь правильно. Ну вот так вот, На этом наша встреча Подошла к концу. Всего вам доброго, Творческих вам успехов, До новых поэтических сборников, До новых праздников, До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова